Измайлова, район в восточном административном округе города Москвы, а также одноименное внутригородское муниципальное образование, располагается к востоку от Московского железнодорожного кольца. На территории района много исторических и архитектурных памятников. В состав района входит, помимо жилой застройки, западная часть Измайловского лесопарка. История 14-18 века времени возникновения села Измайлова Существуют различные мнения. Одни авторы считают начальной датой его истории 1389 год. В других источниках говорится, что первые достоверные сведения о селе Измайлове относятся к 15 веку. О том, что оно существовало в то далекое время, говорят и археологические открытия, сделанные при реставрации Покровского собора в 1980-1984 годах. В песцовых книгах село Измайлово упоминается в 1571 году. Тогда, согласно переписи земельных владений 1571 года, село относилось к Васильцеву стану Московского уезда. Со времен Ивана Грозного была вотчиной бояр Романовых. С 1573 года владельцем села и округи являлся боярин Никита Романович Захарин Юрьев, брат Анастасии, первой жены Ивана IV. С 1623 года его сын Иван Никитич Романов, а с 1640 года сын последнего Никита Иванович. После смерти в 1654 году Никита Иванович и село отошло введение приказа Большого дворца, став загородной усадьбой царской семьи. При царе Алексее Михайловиче в 1667 году речка Робка была перегорожена плотинами так, что образовавшийся серебряно-виноградный пруд окружил так называемый Измайловский остров, в центре которого располагалась царская усадьба. Уже в 1670-е гг. в Измайловской царской усадьбе существовал домашний театр известный имя одного из его актеров – певчего и живописца Василия Репского. В 1671-1679 годах костромскими мастерами на месте существовавшие с начала XVII века деревянной церкви был возведен каменный Покровский собор, или собор по крову Бога Матери. На остров ввел каменный мост длиной около 100 метров, завершавшейся проездной мостовой башней. В усадьбе ставились эксперименты по выращиванию редких растений. Юный Петр I на обнаруженном в Измайлове бутике совершал плавание по системе прудов. К 1800 году в селе проживало 753 человека. 19 век. В 1839 году на Измайловском острове была основана военная богодельня. Ее корпуса были пристроены к Покровскому собору. К середине века село Измайлово занимало территорию в районе нынешних Измайловского проезда, Никитинской улицы и Приодильных улиц. К югу от храма Рождества Христова практически всю территорию нынешнего парка занимал Зверинец. К северо-западу у Стромынского шоссе располагалась деревня Калашина. Дальнейшее развитие села было связано с промышленными предприятиями. Во второй половине XIX века известность приобрела Измайловская ткацкая мануфактура, превратившаяся в одно из крупнейших предприятий в Московском уезде. В 1898 году население Измайлова достигло 2011 человек. В это время вблизи села возникли Аламовская слобода и Колгановская слобода, севернее деревня Конюшина, XX век. После установления советской власти постройки на Измайловском острове были отданы под жилье рабочих. В 1924 году образовался городок имени Баумана, просуществовавший до 1960 года. В 1930 году основан парк культуры и отдыха Измайлова. Первым видом общественного транспорта, связавшим Измайлово с Москвой, стал в 1925 году трамвай. Маршрут номер 14 следовал до конечной станции Измайлова, располагавшейся недалеко от нынешней станции метро «Партизанская». В 1938 году трамвайная линия была продлена вдоль Первомайской улицы по современной трассе. Первым на новой линии был маршрут номер 22. Процесс присоединения земель исторического района Измайлова к Москве был постепенным. В 1932 году в состав города был включен Измайловский лесной массив. В 1935 году село Измайлова. В 1937 году прилегавший к селу у севера приселок Хохловка, включавший существующую и поныне советскую улицу, названную так первые годы советской власти в честь советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Все эти территории входили в сталинский район столицы. Карты 1939 года свидетельствуют, что тогда в состав Москвы входила уже вся территория современного района Измайлова. Жилые кварталы продвигались на восток. В 1944 году началась застройка Первомайской улицы и прилегающих участков. При этом интенсивное жилищное строительство развернулось после войны и первоначально велось в основном силами немецких и румынских военнопленных. Пересекающие Первомайскую улицу проезды после их распланирования в 1949 году получили по близлежащему Измайловскому парку название парковых улиц. В том же 1949 году получили свое название также Измайловский проспект, Измайловский проезд и Измайловский бульвар. А в 1960 году появился Сиреневый бульвар, нынешняя северная граница района. На северо-западе района перед войной велось строительство центрального стадиона СССР. Однако из-за войны оно не было закончено. К Олимпийским играм 1980 года был построен гостиничный комплекс Измайлова. В ходе проведения в Москве в 1991 году административной реформы вместо прежних районов были образованы 10 административных округов, в том числе Восточный административный округ и в его составе Временный муниципальный округ Измайлова. Территория Временного муниципального округа в 1995 году была включена в состав нового района Измайлова. В 2000 году на западе района построен деревянный храм святителя Николая. География запада района граничен МКМЖД и граничит с районами Преображенская и Соколиная гора. С юга граница с районом Первого проходит по шоссе энтузиастов и граница застройки с его северной стороны. С востока по просеке Измайловского лесопарка граничит с территории района Ивановская по 9-й парковой, Первомайской и 11-й парковой улицам с районом Восточный Измайлова. С севера по Сиреневому бульвару граничит с районом Северная Измайлова, а по небольшому участку Щелковского шоссе с районом Гальянова. Жилая застройка занимает северо-восточную часть района. Больше половины территории занимает располагающийся в южной части Измайловский лесопарк. Часть лесопарка к западу от главной аллеи называется Измайловским парком культуры и отдыха. В жилой части района преобладает прямоугольная планировка с севера на юг располагаются 11 парковых улиц, Измайловский проезд, Никитинская улица, с запада на восток проходит Измайловский проспект, Заводской проезд, Верхняя Первомайская улица, Средняя Первомайская улица, Нижняя Первомайская улица, Первомайская улица, Первая Приодильная улица, Вторая Приодильная улица, Третья Приодильная улица, Измайловский бульвар. Сиреневый бульвар – жилая часть района включает в себя 23 квартала от 1 до 6, от 12 до 17, от 21 до 26, от 29 до 34. На территории лесопарка по документам значится поселок Измайловская пасека. Фактически постоянного населения в поселке нет. Действует собственно пасека и биостанция. Гидрография – главная река района – Серебрянка. На территории Измайловского лесопарка течение открыто, через реку на территории района переброшены 4 моста, из которых капитальный – только один. В районе эстакады Арбаско-Покровской линии метро река уходит в коллектор. В дальнейшем течении на реке располагается кольцевой серебряно-виноградный пруд, через который переброшены 3 бауманских моста, из которых проезжим является только второй бауманский мост. На территории лесопарка Серебрянка принимает правый приток Косинский ручей и левый приток Красный ручей. Красный ручей связан с системой из пяти прудов – красного, совхозного, декоративного, собачьего, оленьего. Оленьий пруд из-за нарушения режима водоснабжения в конце 20 века практически пересох. Помимо перечисленных в Измайловском парке есть круглый пруд. Еще один правый приток Серебрянки – Стеклянка, полностью заключен в коллектор и протекает под жилой застройкой района. В юго-западной части лесопарка находятся верховья реки Нищенки вместе с левым притоком Перовским ручьем. Население – промышленность. В настоящее время из промышленных предприятий в районе действует только ткацкое производство. Измайловская мануфактура – бывшая меховая фабрика номер один. Пролетарский труд позже – прим и мех. Закрыто ее здание снесенной в 2008 году. К транспортным предприятиям относятся электродепа. Измайлова – инфраструктура, образование – высшее учебное заведение. В районе расположены Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Институт гуманитарного образования, Московский институт медико-социальной реабилитологии, а также учебный корпус Российской правовой академии и лаборатории Московского государственного технического университета МНЭ «Баумана». Школы всего в Измайлове насчитывается 12 общеобразовательных школ. Измайловская гимназия, гимназия 1290, физико-математическая школа номер 444, сообщеобразовательные школы номер 273 351 403 419 437 444 2445 620 621 646 690 707 708 734 741. Измайлова, номер 1811. Культура в районе располагается созданный в 1963 году театр мимики и жеста. В мостовой башне Измайловского острова размещается филиал Государственного исторического музея. В мостовой башне размещается выставка «Московский изразец» Московского государственного объединенного музея-заповедника. Также раньше на улице Первомайской располагался кинотеатр Первомайский. На данный момент в здании кинотеатра располагается ярмарка. Спорт-спортивные сооружения сосредоточены в западной части района. Это стадионы Измайлова, Мелс, Спартак, Ракета и Вымпел. Трудовые резервы. На Измайловском шоссе также расположен картодром. Транспорт станции Партизанской, Измайловской и Первомайская, Арбатско-Покровской линии. Трамвайные маршруты 11, 34, 36. Троллейбусные маршруты 22, Комсомольская площадь 16, Парковая улица 23, станция метро. Измайловская, Уссурийская улица 51, 55. Городские автобусные маршруты 7, 15, 20 метро. Партизанская, Ивановская, 34, 97, 131 метро. Партизанская платформа Новогиреева. 211 метро. Партизанская улица Молостовых. 223 метро. Первомайская, Камчатская улица. 230, площадь Соловецких, Юнг, Метро, Преображенская площадь, 257 метро. Первомайская, Уссурийская улица, 634, 645, 664, автостанция Уметро, Партизанская. Основными внутрирайонными направлениями общественного транспорта являются трамвайные и троллейбусные линии по Первомайской улице. Троллейбусная линия по Третьей парковой улице Измайловскому бульвару, а также троллейбусная линия, поддерживаемая автобусными маршрутами, по Девятой парковой улице. Внутрирайонный транспорт также представляют следующий по сложным трассам по территории всего района автобусные маршруты 34, 97. Маршрут автобуса 783 был отменен в июне 2014 года. Ряд автобусных маршрутов, начинающихся от метро «Партизанская», следует по главной аллее в Перова. В связи с обособленностью жилой застройки Измайловы от других районов с южной и западной стороны нужно отметить улицы, соединяющие Измайлово с другими районами. Это «Сиреневый бульвар», сливающийся с Щелковским шоссе, «Измайловское шоссе», главная аллея. На западной границе района ведется строительство первоочередного участка четвертого транспортного кольца. Кроме того, проектируется запуск пассажирского движения по МКМЖД, при котором на границе района планируются остановочные пункты Измайловский парк, Соколиная гора, шоссе энтузиастов.